Америка Ордокс понимает это. Ордокс, наше обязательство перед вами. Ордокс Металворкс, Тимбертон, граница округа, 3.16 утра. Очистка выбросов. Ордокс, Тимбертон, граница округа, 3.16 утра. Ордокс, Тимбертон, граница округа, 3.16 утра. Порядок аварийной эвакуации. Тревога, тревога. Перегрузка системы. Перегрузка системы. Ролл Оливер Фильм представляет. Темные небеса. В ролях Шон Робертс. Сара Каннинг. Ти-Джей Принцлоу. Леви Джеймс. И Лесли Хоуп в роли Кэрол Грей. Ти-Джей Принцлоу. Ти-Джей Принцлоу. Ти-Джей Принцлоу. Ти-Джей Принцлоу. Ордокс, Ти-Джей Принцлоу. Ти-Джей Принцлоу. Продолжение следует... 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 Без фена? Без электробритвы? То, что мы в лесу, не значит, что мы должны выглядеть как дикари. Без обид. Я не обиделся. Вам нельзя здесь оставаться. Что? Ты сказал, что нам нельзя здесь оставаться? Думаешь, ты здесь хозяин? Нет. Просто я здесь. Да. А теперь и мы. Слушайте, может, он не один? Может, он здесь с кем-то? Знаете, с кем-то. Ты с кем-то? Нет. Я живу здесь один. Он лесной отшельник. Он урод. Посмотри на него. Кевин, милой, пойдем. Очевидно, он хочет быть один. Почему бы нам просто не пройти чуть дальше, знаешь? Детка, я никуда не пойду. Мне здесь нравится. Я никуда не уйду. Я 9 месяцев это планировал. Я не уйду. Эй, 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 Кевин. Может, не нужно на него давить? Если Дженни права. Может, он какой-то, знаешь, убийца с топором или типа того? Да. Это смешно. Что бы здесь делал убийца? Один. В лесу. Искал туристов, чтобы их порубить? Я видел сотню фильмов ужасов с точно таким началом. Ребята, мы не будем ему мешать, ладно? Он будет на своей стороне, а мы на своей. Что, по-твоему, он здесь делает в одиночестве? Может, он просто сторонится технологии, знаешь? Не верит в жизнь в современном мире, как... Уна Бомбер. Вообще-то, я подумала об Аммише. Эй, ребят, слушайте, мне плевать. Уна Бомбер он или Медведь Смоки. Мы оставим его в покое и приятно отдохнем. Лучше поменьше болтайте и помогите Кевину разбить лагерь, ладно? Запомните, это должно быть приятно. Это природа. Хорошо? За дело! Вперед! Он определенно не Аммиш. Чего ты взял? Взгляни-ка. На допросе он отрицал знакомство с ними, утверждая, что он не только никогда не был в Айове, но и не помнит, где именно находился. Тем временем, уборные в аэропорту закрыты до окончания следствия. К другим новостям. Все большую озабоченность вызывает ситуация в Тимбертоне, в 60 километрах к востоку от города, где недавно расследовали резкое увеличение смертности рогатого скота. Хотя причина недавнего роста смерти не установлена, появились непроверенные слухи о том, что в последние месяцы местные фермеры заметили рост числа дыхательных заболеваний у скота и овец. Но доктор Джордж Хиллер назвал связь между ними простым совпадением. Отмечено воспаление ткани, некоторое раздражение в слизистых оболочках, но это могла быть простая аллергическая реакция на природные элементы окружающей среды. Я произвел вскрытие нескольких животных, и с уверенностью могу сказать, что все они умерли по естественным причинам. Ветеринарная клиника Тимбертона. Тимбертон, Калифорния, 1437. Здравствуйте, это доктор Хиллер. Доктор Хиллер, я была удивлена, увидев сегодня ваше интервью по телевидению. Это было не интервью, это был комментарий. Я думала, что я ясно выразилась во время последней беседы. Одну секунду, пожалуйста. Проверь, пожалуйста, как там пациент А. Может, нужно потравить блох? Я ничего не сказал, просто нужно было замять расследование. И можно считать его закрытым? Да. Тогда ладно. Хорошо. Произошла небольшая авария в Ордоксе. Возможно, есть раненые. Какие раненые? Не знаю. Доран отправит их к вам. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Это ветеринарная клиника. Я не подхожу для подобных вещей. Доктор Хиллер, не прибедняйтесь. Я слышала, вы отлично лечите хокер с паниэлей. Пожалуйста. В тот раз было другое дело, но я не могу этого сделать. Доктор Хиллер, мои деловые партнеры открывают новую больницу в Лолстоне. Я могу с ними поговорить и знать, хотят ли они открыть еще и ветлечебницу. Был бы здорово. Доктор Хиллер, вы там? Доктор Хиллер? Да, да, здесь. Я этим займусь. Я так и знала. И, доктор Хиллер, больше никаких интервью. Брокер? Фелпс. Привет, это Кэрол Грей. Слушай, я хочу, чтобы ты скупил все до закрытия. Мне нужно все. Возьми оффшорные средства. Считай, уже сделано. Спасибо. Привет. Привет. Я просто хотела извиниться. Знаешь, что за сегодня? Нет необходимости. Нет, думаю, есть. Мы вторглись на твою территорию, поэтому извини. Ладно. И насчет Клевина. Он вовсе не такой. Это просто его фишка. Турпоходы каждый год после экзаменов. Это вроде традиция для него. Для нас. Ясно. Ты что-то еще хотела? А, точно. Это... Это пирог. Ага. Вишневый. Любишь вишни? Да, люблю. Тогда это тебе. Вроде пирога-извинения. Спасибо. Что-то не так? Гуанилат натрия. Лактилат натрия. Тритичный бутилгидрохинон. Бутилгидрокситолуол. Это очень вредно. У меня есть еще черничный. Не забудь подвесить все продукты повыше. Ты же не хочешь привлечь медведей. Верно. Спасибо. Я Дженни, кстати. А ты? Я Джек. Джек Вестон. Ладно. Извини, если мы тебе помешали. Боже мой. Боже мой. Что, в чем дело? Ты знаешь, кто это? Кроме того, что он не аммиш? Это Джек Вестон. Джек Вестон? То есть Джек Вестон из Стэнфорда? А откуда вы знаете мое имя? Ты шутишь? Все знают твое имя? То есть все, кто когда-либо бывал в Стэнфорде? Ну? Я не тот, Джек Вестон. Я сначала тебя не узнал, но... Твой снимок все еще на веб-странице Стэнфорда. Я пытаюсь быть вежливым. Но вам лучше уйти. Стой, 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 стой. Я всегда хотела задать тебе вопрос о рукописной диссертации, которую ты опубликовал в Scientific American на первом курсе. Ты не слышала? Я сказал, что вам, ребята, надо идти. Пора. Идите, идите отдыхать в другое место. Так будет лучше для нас всех. Для тебя, может быть? Эндрю, пошли. Нет. Чего это мы должны уходить? Только потому, что он так говорит? Или потому, что он окончил Стэнфорд? Во сколько? В 17? Потому что через пару лет стал магистром и доктором наук. Получил крутую работу, и теперь всем приходится выслушивать о великом Джеке Вестоне каждый раз, когда открываешь учебник? Эндрю, достаточно? Боже, не могу поверить, что нам о тебе постоянно твердят, будто ты чертов гений, и нам нужно следовать твоему примеру. Но сейчас мне кажется, что ты просто псих с ученой степенью, живущий в лесу. Может и так. Или, может, я все-таки убийца с топором? Он псих. Извиниться? За что я должен извиниться? Ну, для начала ты вел себя как придурок. Я всего лишь сказал правду. Он первым заговорил об убийце с топором. Потому что ты упомянул что-то из его прошлого. Что-то, видимо, неприятное. Может, он не хотел об этом говорить. С возвращением, ребята. Хорошо, что палатки сами устанавливаются, да? Твоя подружка братается с врагом. А мой бывший лучший друг оскорблял одного из самых великих гениев, учившихся в Стэнфорде. Я тебя умоляю. Ты говорила с парнем за рекой? Я думала, мы договорились оставить его в покое. Того парня за рекой зовут Джек Вестон. Тот самый Джек Вестон? Я думала, он умер. Ты должен прямо сейчас перейти через реку и извиниться перед ним. Нет, не должен. Хватит. Мы пришли сюда, чтобы убежать от шума, а не создавать его, да? Эндрю, оставь его в покое. Дженни, оставь Эндрю в покое, Эндрю. Принеси мне камни для костровой чаши, ладно? Я? Как же она? Она? Для нее я придумал особое задание. Покое? Ну, я... Я хочу, чтобы ты принесла дров для костра. А ты что будешь делать? Я собираюсь вздремнуть. Ты шутишь? Я официально на каникулах. Мир. Ордукс Металворкс. Тимбертон. Граница округа. 16 часов 22 минуты. Субтитры делал DimaTorzok Насколько серьезно? Мы закрыли здание, вывели всех оттуда. Все хуже, чем мы предполагали. Еще рано тебя поздравлять, мистер Доран. Вы сказали, есть раненые? Были раненые, но концентрация сернистого газа слишком высока. Хотите сказать, что люди умерли? Мы потеряли одного специалиста во время первого взрыва, а затем еще пятерых, до герметизации здания. Я обо всем позаботился. Дал пару чеков на получение премии, там и сям. И все смены отменены до окончания планового ремонта объекта. А как же аварийная система вентиляции? Она на стандартной аварийной блокировке. Затем система случайно восстановится, как мы и договорились. Шесть человек, да? Это остаточный дефект. Досадно, но неминуемо. Похоже, погода начинает меняться, мисс Грей. Субтитры сделал DimaTorzok Не трогай его. Почему? Это твое бревно или что? Нет. Но на нем ядовитый ключ. Что ж. Спасибо. Если нужны сухие дрова, у меня немного есть в лагере. Не хочу тебя беспокоить. Но ты немного опоздала. Извини. Я не хотел, чтобы это так прозвучало. Извинение принято. Итак, ты учишься в Стэнфорде? Да. Начала с медицинского факультета. Моя мама медсестра, и я решила попробовать. Но, оказывается, у меня есть фишка насчет крови. Я даже смотреть на нее не могу, не потеряв сознание. Поэтому я переключилась на химию. Знаешь, мой профессор использует твою магистрскую диссертацию вместо учебника. Какой профессор? Хартли. Он был самым лучшим. Но держись подальше от Морелли. Он шарлатан. Он ушел. Не зачислили в штат. Значит, еще осталась справедливость в этом мире. Джек, насчет Эндрю. Он не такой уж и плохой. Тебе не надоедает извиняться за друзей? Это несправедливо. Ты не знаешь его прошлого. Не так хорошо, как он знает мое. Эндрю был звездой в школе, компьютерным гением. Он закончил ее на два года раньше и сразу поступил в электротехнический университет. Он думал, что будет легко, но... Но? Он соревнуется с легендой Джеком Вестоном. Знаешь, для некоторых ты был божеством, включая его. Жаль, что я его разочаровал. Вовсе нет. Извини, давай попробуем еще раз. Меня зовут Эндрю. Это моя лучшая подруга Дженни. Джек Вестон. Никогда о нем не слышала. Ни о чем не говорит. Привет, ребята. Я просил принести дрова. Что вы делаете? Кевин, это Джек. Джек Вестон, да? Я с первого раза услышал. Я думал, он хотел, чтобы его оставили в покое. Насчет этого, извините. Я разучился общаться с людьми. Не переживай из-за этого. Вообще-то я подумал, что ты слишком легко отступил. Здорово. На твоем месте я бы перешел через реку и надрал мне зад. Он футболист. Сюрприз. Спасибо. Открой. Открой. Какая прелесть. Спасибо. Я бы не пережил семестр без тебя, детка. Я люблю тебя. И так, Джек, как давно ты здесь живешь? Скоро будет три года. Три года. Ух ты. Я понимаю, мужик. К черту тебе крысиные бега. Говорю тебе, я куплю домик на озере и рано выйду на пенсию. Доверительный фонд, малыш. Ну же, не все могут жить за счет мозга, как Джек. Значит, ты хочешь выйти в люди за счет внешности? Господа, я... Я думаю, нам пора спать. Ладно. Увидимся утром. Спасибо за ужин. Спокойной ночи. И потише там. Ночью звуки громче. Тогда не слушай. Ты извини за них. Неважно. Надвигается гроза. Не может быть. В прогнозе погоды обещали солнце на все выходные. Прогноз погоды ошибся. Знаешь, можешь его не пить. Чего я не терплю, так это давление сверстников. Не то, чтобы я называл себя твоим сверстником. По словам Дженни, я бы был в хорошей компании. Она, вероятно, перестаралась, как обычно. В детстве у нее был набор юных химиков. Знаешь, для начинающих. Она положила слишком много реактива и... Бах! Мне понадобилось две недели, чтобы отрастить брови. Это на всю жизнь отбило любовь к химии. Поэтому ты занялся компьютерами? О, да. Видишь ли, в компьютерах все логично. Два плюс два — четыре. А смешивая два вещества, никогда не знаешь, что из этого выйдет. Возможно, что-то интересное. А может, и отсутствие бровей. Ты не чувствуешь себя третьим колесом. С этими двумя — все время. Пойдем посмотрим прогноз погоды. Вот, что я называю туризмом. Похоже, грозовой фронт к юго-западу отсюда. Он нас настигнет? Не написано. Видимо, синоптики не любят раскрывать карты. Извини. Не возражаешь я? Нет. Не возражаю. Спасибо. Прогнозируемый путь обычно где-то здесь, а взломать окружные сайты проще простого. Вот. Мы как раз посередине. Он бушует вокруг нас, затем направится к городу. Как только поднимется ветер, завтра к обеду начнется дождь. Отличная работа. Спасибо. Итак. Это твой дом. Угорничный выходной. По-моему, у меня есть такой. Полагаю, я похож на психа, живущего здесь. Один в лесу. Вовсе нет. Наверное, это идеальная лаборатория. Все эти растения, цветы, деревья и все такое. И я так подумал. Насколько нам известно, возможно, существует какое-то соединение, способное излечить рак или желчь лангуста. Вероятно, не оно, но оно где-то там. Значит, ты хочешь спасти мир. Не знаю, возможно ли это. Но было бы неплохо немного помочь. Подружка. Извини. Итак, зачем тебе отшельничество? То есть, я хочу сказать, я знаю о чем ты. Почему я здесь, если я мог бы работать в большой компании, пытаясь сделать мир лучше? Я пробовал. Их не интересует ничего, на чем нельзя заработать денег. Как только наука встает на пути прогресса, они просто приглашают экспертов, чтобы извратить правду. Вот что случилось с тобой. Кто-то извратил твои слова, и ты просто сдался и покинул человеческий род. Иногда самое сложное в битве знать, когда остановиться. Когда сдаться. И отступить. А как насчет никогда? Легко быть идеалистом, пока в университете, и все кажется черным и белым. Речь не об идеализме, речь об отстаивании того, во что веришь. Ты узнаешь, что это гораздо сложнее, когда попадешь в реальный мир. Ну, пожалуй, мне придется научиться давать сдачи. Спасибо за экскурсию, Джек. Доброй ночи. Добрый. Ордукс Металворкс. 23.59 Запущена аварийная блокировка вентиляции. Запущена аварийная блокировка вентиляции. Активирована перезагрузка системы. Начат протокол автовентиляции. 10 секунд до автовентиляции. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Автовентиляция активирована. Тревога. Опасный уровень внутренней токсичности. Блокировка отключена. Защитная герметизация под угрозой. Внимание! Происходит загрязнение окружающей среды. Внимание! Происходит загрязнение окружающей среды. Внимание! Внимание! Продолжение следует... 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 Нашел что-нибудь? Ничего. Нет ничего об этом ни в сети, ни у кабельщиков, ни даже у блогеров. Может, есть естественные причины. Отмечено воспаление тканей, некоторое раздражение в слизистых оболочках, но это могла быть простая аллергическая реакция на природные элементы окружающей среды. Я произвел вскрытие нескольких животных и с уверенностью могу сказать, что все они умерли по естественным причинам. Да, по естественным причинам. Уровень поэшадин. Она определенно серная, но при такой концентрации это невозможно. Неестественно, но возможно. Дженни. 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 Нужно выбираться, пока погода не ухудшилась. Уже ухудшилась. Дженни. Дженни. Кевин. Давай, бежим под брезент. Джек. Дождь прожигает насквозь. Иди вперед. Вперед, почти пришли. Все в порядке. Все хорошо. Не трогай его. Возьми с полки магния резиновые перчатки. Лей. Вот. Он долго не протянет. Нужно убираться отсюда. Как? Мы закутаемся. Это в дожде. Дождь прожигает ност pensando. Даже в доз Мы побежим к деревьям. Естественный праж замедлит кислоту и послужит укрытием. Пойдем. Бежим. Пока не найдено официального объяснения. Губернатора призывают объявить чрезвычайное положение и начать оказание помощи. Что будем делать? Ждать. Ждать и надеяться, что Эндрю проедет. Ну же, давай. Давай. Конечно, нет. Это трагедия, губернатор. Но что вы можете? Вы только можете быть готовым действовать, когда случится стихийное ведствие. Да. Ваш контракт с Энвора-релив-сервисом действителен. Как только объявите чрезвычайное положение, они обо всем позаботятся. Да. Уверена, что ваши действия во время кризиса примут благосклонно, сэр. Да, звоните мне лично, если нужно, чтобы я о чем-то позаботилась. Конечно. Значит, это последняя игра. Миллионы в фонде помощи. Похоже, я продешевил. Мистер Доран, в делах людям платят ровно столько, сколько они стоят. Пока они пересмотрят договор. Зайдите в мой кабинет. Зайдите в мой кабинет. Давайте поговорим о погоде. Началась гроза, как и предсказывали. Она пройдет через поселки, прежде чем дойдет до города. Я слышала, это настоящее бедствие. Так вы окажетесь в деле? Аварийное обслуживание, просветающий бизнес. В отличие от вашей деятельности. Попробуй сама заработать, когда управление по охране природы дышит в затылок. Ты веришь, нужно было плясать под их дудку. Я даже прислала тебе внешнего экспресса, чтобы наладить процесс очистки выбросов. Да это было очень дорого. Это было связь с общественностью. Ордекс Металворкс был нерентабельным. Я давала шанс уйти. Да. Но ты недоволен. Слушай, Ордексу конец, а значит я в отставке. Я просто думаю о будущем. О будущем. Может тебе стоит переживать, будет ли оно у тебя вообще? Извини, ты права. Наша сделка была справедливой. Пожалуйста, забудь о моих словах. Видишь, как поездка помогает все прояснить. Вот что я скажу. Я разумная женщина. Сделай еще кое-что, и я, возможно, тебя пристрою лучше. Что? Выезжай в Симбертон. У доктора Хиллера появилась вредная привычка общаться с прессой. Что я должен сделать? Прокатиться с ним. Прокатиться с ним. Семен. Семен. Вставай. Нужно подняться. Давай. Слава Богу. Это Эндрю. Пошли. Извините, что так долго. Погода и все такое. Что случилось с твоей головой? Порезался, когда брился. Какого черта здесь происходит? Не знаю. Надеюсь, дождь не разъест шины? Думаю, нет. Судя по тому, как он реагирует с металлом, похоже, это производная серной кислоты. Оно не растворяет резину, а вулканизирует ее, укрепляет. Значит, мы поедем на каркасе, зато с четырьмя шинами. Джек, ему становится хуже. Он не стабилизируется. Как такое возможно? Естественный паэш в его тканях должен был остановить действие кислоты. Я не знаю. Что это за гроза такая? Думаю, это не гроза. В прямом смысле этого слова. Нужно укрыться от дождя. Продолжение следует... Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Эй! Есть здесь кто? Наш друг ранен. Нам нужен телефон. Эй! Кто-нибудь? Ничего. Дождь. Телефонные линии были уничтожены в первую очередь. Вместе с вышкой сотовой связи. Неважно. За нами все равно никто не приедет. Мы сами по себе. Сколько он продержится? Нужно переждать. Подождем, и он умрет. Тимбертон 40 километров. Вы видели, что дождь сделал с машиной? Как мы туда доберемся? Пошли. Пошли. Все хорошо. Осторожно. Есть кто-нибудь? Держишь? Да. Его хватит на некоторое время, но 40 километров... В конце концов, кислота его разъест. Если ее не замедлить. У них есть стептик-танк. А значит, вероятно, и пару мешков извести. На период между очисткой. А известь нейтрализует кислоту. Видишь? Химия не так уж и сложна. Продолжай двигаться по стране, в то время, как число жертв растет. В трех округах начали оказывать помощь пострадавшим, и был отдан приказ об эвакуации населенных пунктов, расположенных на пути грозы. Дай мне воды. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда. Вот. Сироп от кашля? В нем кадеин. Он должен притуплять боль. Вот. Кевин, выпей. Компания Enver Relief Services, нанятая канцелярией губернатора, обеспечивает проведение эвакуации. Если гроза приблизится к городу по настоящему курсу, то она, вероятно, станет самым смертоносным и с дорогостоящим стихийным бедствием за последние годы. И звездействует. Но ее ненадолго хватит. Что-то я имел в виду, сказав, что это не просто гроза. Такой концентрации кислоты не бывает, если только ее кто-нибудь не создал. Значит, это дело чистый рук. Здесь только одно место с достаточным количеством тернистого газа, чтобы вызвать это. Ордекс Металворкс. В паре километров от Тимбертона. Три года назад я работал у них платным консультантом. Я должен был разработать систему химической фильтрации для очистки выбросов. Что ж, не хочу тебя расстраивать, Джек, но она не работает. Ее не установили. Меня наняли, чтобы я втирал очки правительственным лицам. Для показухи. Поэтому ты ушел? Думаешь, нужно было настаивать? Думаешь, это что-то бы изменило? Слушай, насчет прошлой ночи. Я не имел права так с тобой говорить. Ну, может, и имел. Я всю жизнь от всего убегаю. В детстве я рос в детдомах. Меня отдавали в новую семью, я жил там около месяца. А затем что-то шло не так. Я бросал семью и убегал. Наверное, я так и не нашел ничего стоящего, чтобы остаться. Ну, я бы так не сказал. Одними побегами в Стэнфорд не попасть, даже если ты великий Джек Вестон. Чевин. У него остановилось дыхание. Горло закрылось из-за отека. Что нужно делать? Я не знаю. Профиотомию. Знаешь, как ее делать? Нет. Вроде дезинфицирую ручку. Хочешь, я сделаю? Нет. Я справлюсь. Быстрее. Нужна повязка. Что ж... И каждый день учишься чему-то новому. Все хорошо. Все хорошо. Добро пожаловать в Тимбертон. Добро пожаловать в Тимбертон. О повреждениях и ранениях, полученных в результате токсичного ливня. Необъяснимый проливной дождь, затопивший территорию высококонцентрированным веществом, которое буквально можно назвать кислотным дождем, вызвал масштабный хаос. В результате бедствия погибло как минимум 10 человек, и пункты первой помощи в больницах сообщают о сотнях ожогов второй и третьей степени. Официальные лица просят жителей оставаться дома и не попадать под дождь. Они сказали, что все будет не так, что люди не погибнут. Вы знали об этом? Ну, как-то произошел один случай, был выброс гряза. Она сказала, что его мало и он не опасен, что он только вызовет небольшие симптомы. Раздражение верхних дыхательных путей, кровотечение из носа, что это лишь загрязнение воздуха, вот что она сказала. А затем начал гибнуть скот. Боже, я должен был это остановить. Я мог это остановить. Вы выступали в новостях и сказали, что все в порядке. Да, это так. Кого вы покрываете? Дорана? Доран тоже в этом замешан. Да, его. Он вывел из строя завод и выпустил газы из Ордекса. Она мне врала. Она мне врала. Кто? Кто вам врал? Она очень влиятельна. Она хотела дать себе работу. Она обещала мне деньги. Она обещала. Кто? Грей. Кэрол. Грей. Кэрол. Грей. Прости. 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 Доктор дал ему обезболивающее. Пожалуй, нужно переждать здесь. Итак. Кто это Кэрол Грей? Ты когда-нибудь нуждался в помощи? По-настоящему? Вопрос жизни и смерти. Не знаю. Наверное, нет. Я никогда не знал своих настоящих родителей. Я часто менял приемные семьи. И некоторых из них... Я часто убегал. Через какое-то время это не срабатывало. И я решил пойти в школу. Чтобы укрыться там. Затем, как снег на голову, меня нашла одна деловая женщина. Через благотворительную группу. Один телефонный звонок и я в Стэнфорде. Через пять лет получил ученую степень. Я был в Ордексе. Все благодаря совершенной незнакомке. Кэрол Грей. Доктор думает, что он поправится. Дождь прекращается. Переночуем здесь. А утром отвезем Кевина в настоящую больницу. Я устал. Я больше и метр не проеду. Ты в порядке? Да. Я в порядке. Спасибо. За то, что помог нам. За то, что помог мне. Вот что бывает, когда водишься с правильными людьми. Столкновение с антициклоном развернуло грозу в восточном направлении. Официальные лица опасаются, что, пойдя по этому курсу, гроза достигнет города завтра утром. Продолжение следует... 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 Привет, Джек. Как дела? Ты в порядке? Нет. Не особо. Дождь прекратился, да? В газете написано, что погода прояснится. Ты видел газету, Джек? Мне жаль, Кевин. Я сделал все, что мог, чтобы тебя спасти. Чушь. Ни черта ты не сделал, Джек. Это правда. Эндрю вел машину. Дженни помогала мне дышать. Ты же бегал, пытаясь укрыться от дождя. Ты только и делаешь, что бежишь, Джек. Нет, это несправедливо. Да, ну. А справедливо то, что я лежу в той комнате, как вяленая говядина, пока ты здесь себя жалеешь. А что мне еще делать? Хватит убегать, Джек. Ты однажды себя спас. Теперь пришло время спасти остальных. Слишком поздно. Прочти газета. Она была с ним всю ночь. И даже не заметила, как он умер. Мы пытались. Мы опоздали. Продолжение следует... Гроза движется через лес к юго-востоку. Она направляется к городу. Что мы будем делать? А что мы можем? Ничего. Просто ждать. Погибнет еще больше людей, Эндрю. Да. Да, погибнет. А мы нет. Мы не можем с этим бороться. Это просто случится. Нет. Так нельзя. Мы должны бороться. Джек. Мы сами едва выбрались живыми. Да. Но мы выбрались. Он прав. Нужно что-то делать. Позвонить кому-то. Я знаю, кому нужно звонить. Да, я читала сводки. Я не говорю, что бедствие. Приятно просто... Да. Я сейчас же. Пришли вам цифры. Да. Доктор Хиллер, чего вы хотите? Как насчет ответов? Привет, Джек. Каково это? Быть виноватой во всем этом. Что ты делаешь? Я с доктором Хиллером. И друзьями. Мы просто хотим знать... Зачем? Я не знаю, о чем ты говоришь. Помнишь отчеты, которые ты заставила меня написать в Ордоксе? Что это было? Исследование? Я предлагала тебе выгодную сделку в Ордоксе, но ты ушел. Выгодную сделку? Этими выгодными сделками ты сейчас занимаешься. Не будь наивным, Джек. Мир вертится на сделках. Возвращайся в Ордоксе, и я щедро тебе заплачу. Не, спасибо. Ты только что сказала все, что я хотел знать. У нас есть около часа до того, как гроза дойдет до Ордокса. Если она напитается серной кислотой, то станет еще сильнее, чем сейчас. Оттуда она прямиком направится в город. Уверена, что это сработает? В лаборатории сработало. Дженни. Можешь не идти с нами. Может, тебе лучше остаться? И что делать? Эта гроза убила Кевина, и я ничего не могу поделать. Но, может, я сумею ей помешать убить кого-то еще. Лоус, он в 20 километрах отсюда. Ты и вправду думаешь, что мы победим грозу? Нет. Но мы можем лишить ее остроты. Можно ее нейтрализовать известью состройплощадки. Джек, смотри. Сама тут и есть. Это Доран. Он управляет Ордексом. Где она? Я не знаю, о ком ты говоришь. Как хочешь. Возможно, гроза вернется, но ты будешь жив некоторое время. Это была не моя идея, а идея Грей. Увидев, что случилось после Катрины, она решила, что на очередном бедствии можно разбогатеть. Значит, об этой сделке она говорила. Энвора. У этой женщины нет стыда. Она купила себе аварийно-спасательную компанию. Контрольный пакет акций. Но она не хотела слишком долго ждать. С погодой никогда не знаешь. Она это сделала. И ты ей помог. Пошли отсюда. Стойте. Не бросайте меня здесь. Он прав. Нам нужна его машина. Отвезите его в Ордекс. Зайдите внутрь. Взломайте центральную компьютерную систему. Включите ее, перегрузите. А мы с Дженни подъедем. Джек, синаптические карты округа это одно. А в Ордексе, вероятно, крутая система защиты с бренд-мауэрами. Один за другим может понадобиться пару дней, чтобы ее взломать. Если ты так хорош, как я думаю, то это будет проще простого. Откуда нам знать, что ему можно верить? Если он будет тебе мешать, выброси его из машины. Но сначала отруби ему руку. Потому что тебе нужен его большой палец. 54, 26, 398. Ой! Заткнись. Где все? Мы закрыли завод. Их нет. Нам туда нельзя. Почему? Воздух заражен. Ты прямо сейчас им дышишь. 30 минут воздействия, и легкие начнут жечь. Скажешь, когда заболят. Здесь никого нет. Вон там. Гошу на изи. Очень высокая концентрация. Думаешь, хватит? Если не хватит, у нас все равно мало времени. Куда? Участок очистки выбросов здесь. Но туда нельзя. Там система управления вентиляцией? Да. Тогда мы идем туда. Но он не был обеззаражен. Мы там умрем за 10 минут. Лучше придумай, как туда зайти, иначе я тебя первым зашлю. На 11 минут. Шевелись. В доступе отказано. Введите административный пароль. Горен. Горен. Ладно. Простой бинарный код. Я в два счета его взломаю. Я потерял служебную карточку-ключ. Я подсоединю цистерну к внутренней вентиляционной системе. Найди Эндрю и скажи ему, чтобы он направил все на крышу. Иди по главному коридору до самого конца. Участок очистки справа. 10 минут, затем бегите. 10. Ясно. В доступе отказано. Введите административный пароль. В доступе отказано. Введите административный пароль. Соберись. Ты справишься. Пароль принят. Включаю. Да. Светание. Да, да. Да. Эндрю? Тебе это кольцо. Мы достали известь. Джет сказал направить все на крышу через... ...9 минут. Где Доран? Не знаю. Но он далеко не уйдет. Я знала, что Джека во всем догадается, но я не ожидала, здесь увидит вас, мистер Доран. Слишком поздно. Нужно убираться отсюда, иначе мы оба умрем. Не оба. Не оба. Считай, это перед смотром договора. Клапаны на крыше не срабатывают. Запуск автоматического отключения. Наверное, при взрыве повредилась линия связи. Клапаны не открываются. Грашена, если не сможет выйти наружу? Даже хуже. Это концентрат. Там такое давление, что в случае взрыва он разнесет весь завод и выбросит остаток сернистого газа в грозу. Если это случится, все будет в 10 тысяч раз хуже, чем сейчас. О, Боже. Через три минуты нажми на эту кнопку. Ясно? Да. Через три минуты нажми на эту кнопку. Ясно? 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 Джек. Где он? Кэрл Грей, верно? Где Джек? Его сейчас здесь нет. Это можно остановить, но время на исходе. Ничего ты не остановишь. Я открываю клапан. Чёрт! Давай не будем тянуть. Где Эндрю? О, на крыше. Клапаны не открываются. Он пытается добраться до ручной блокировки. Я уже запустил ИЗИ-систему. Если он её не откроет в течение минуты, беги отсюда, ладно? Джек! Выполняй! Я не этого хотела. Я хочу, чтобы ты знал об этом. Пожалуйста, не надо. Всё должно было быть иначе. Мне жаль. Кэрл Грей! Мама! О, Боже! Мама! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, он будет счастлив Я знаю Итак Мы спасли мир Что будем делать на вес? В следующем месяце нужно возвращаться в университет Если я хочу побить его рекорд, нужно стать бакалавром, магистром и доктором наук до Рождества А ты что? Снова планируешь исчезнуть? Нет Думаю, я достаточно долго отсутствовал Пора Снова начать жить Каждый год происходит более 400 тысяч незарегистрированных промышленных аварий Больше половины из которых представляют значительную угрозу для окружающей среды Международное агентство экологических расследований активно преследует судом менее 2% таких случаев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok